Продолжение следует... 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 ну соответственно год назад эта лекция случилась и вы могли там все это посмотреть про полиморфизм вот тем более что тем более что в питоне с полиморфизмом все очень хорошо потому что как мы с вами уже много раз видели любой объект может быть выдан за любой если только поддерживается условия дак тайпинг то есть соответствующие методы могут могут значит вызываться ну вот значит таким образом возникает необходимость узнать что-то о структуре объекта перед тем как выполнять код над ним да даже если у вас статическая типизация но допустим с теплей тами то в этом тимплейте вы все равно должны проверить а какого типа к вам приехал объект а нет ли у него такого то метода нет ли у него сякого то метода короче говоря структуру объекта программно выяснить не на момент компиляции а на момент выполнения вот это есть интроспекция вот в википедии слегка такое суженное понятие интроспекции вот мы на него смотрим конкретно возможно запросите тип структуру объекта во время выполнения программ я бы еще раз сделал сделал акцент на том что речь идет уран тайме о времени выполнения да и это главная фишка то есть мы хотим узнать что-то о нашем коде в момент выполнения вот в языках программирования компилируемых с строго или почти строго типизация таких как си плюс плюс объект все это прям целая инфраструктура которая примазывается к вашим объектам дополнительное позволяющие хранить описание в них здесь нету примера есть еще одно расширение ну как расширение есть такой инструментарий программирования c++ называемый qt вот этот самый инструментарий qt он ни в коем образом не только графический это универсальный библиотеку для написания скоросплатформных программ на c++ и там вообще-то расширяется язык программирование c++ потому что там с помощью специального кудешных договоренностей вводятся там динамических полей всякого вот такого и в частности в кутэ как раз очень сильно развита интроспекция именно по причине того что поля динамические к вам может приехать объект у которого поля надо как-то посмотреть вообще какие у него в данный момент есть но это отступление от темы потому что мы с вами разговариваем не про кутэ и даже не просит плюс-плюс в целом а при питом с питомным как вы знаете все гораздо проще там он вообще весь кишками наружу мы с вами многократно пользовались функции дикт функции locals и global и вообще мы всеми вот такими функциями которые значит по сути есть та самая интроспекция то есть та та самая возможность заглянуть под капот питоне объект тем более что питоне объекты на этапе интерпретации сохраняют всю структуру питона то есть когда мы погиб даже когда мы сгенерим из кода на питоне байт код для его стековой машины виртуальной объекты останутся те же самые операции сильно поменяются но об этом во второй половине лекции поговорим вот значит поэтому в действительности у питончика интроспекция как таковая ну он в никак бы не нуждается потому что значит она в нем и так есть но да значит помимо помимо во всех этих диров и всех остальных нам еще прекрасно знаем о методах всяких типах и заторгетатор когда мы можем обратиться к полю объекта по его строковому имени они на уровне синтакса питона да мы знаем о всяких проверках типа кола был чтобы проверить является объектом знаем и например только после этого вызвать его чтобы не возникло исключение так далее тогда вот еще у нас будет в ближе к концу семестр разговор про аннотации в питоне вот я думаю те из вас кто программирует на питоне не только в рамках наших с вами встреч но и вообще знают что последняя модная тенденция это всегда указывать вот параметр тип параметра функции тип переменной в классе эти поле в классе и так далее называется аннотации вот но опять-таки про них мы поговорим я сегодня только упомянула поговорим про них мы в конце семестре ближе к вот значит но поскольку разумеется язык программирования питон создавался как язык открытым явно не с целью чтобы эта открытость была максимально удобной для чтения в общем-то создавался для то чтобы на нем программы писать они чтобы ему в кишке залезать то вокруг вот этот открытой структуре на структура на крыше накручен достаточно развеситый модуль который называется inspect который собственно и предоставляет нам всевозможные дополнительные удобства в части анализа внутренней структуры объектов что и есть по определению интроспекции вот ну начнем с самого простого да значит вот у нас есть какой-нибудь объект совершенно неважно какой просто вот неважно я не знаю это не самый простой объект по нему надо документацию читать ну давайте почитаем это еще одна тема который мы кажется не успеем поговорить хотя тем очень интересны питания хотя бы обращу ваше внимание на наличие такой штуки когда когда-то классов питания давать это не он вот это он да давайте уйти какой примерчик а ну вот видите кстати кстати обратите внимание в этом примере используется аннотация мы говорим что в дата-классе есть поле нейм типа стерн значит поле прайс типа флот и поле quality quantity типа int да бать ну вот примерно так значит дата класс что там name что он автоматически генерирует и нит в котором вы должны задать все значения всех полей но вот это ну отлично значит что там вот ну что ж давайте теперь сделаем импорт инспект и вернемся к нашей интроспекции inspect get members вот этого самого c вау дать сравним с диром значит get members ну или с дикт или с диктом c дикт кстати c дикт можно вообще ничего не сказать да значит в отличие от операции дир которая более-менее показывает все что нужно но только по именам и попытки обратиться к словарю дикт который может там не показать ничего потому что мы с вами помним что хранение хранение соответствующего пространства в нем словаре это один из вариантов другой вариант вы можете написать просто get attribute функцию метод get attribute бла-бла-бла и генерить обращение к полям через него как это сделано позреваю в дата классе третий вариант вы можете вообще сделать со слотами и тогда у вас словаря не будет такой вариант тоже кстати есть в классе но там нужно там нужно где-то где-то вот здесь написать слот сравняется true не будем это трогать но неважно так вот в отличие от всего остального именно inspect вам гарантированно то есть для каждого для каждого класса этот inspect должен работать нормально вам гарантированно перечислят действительно все поля и все методы вашего объекта вот в которых вы можете рыться интерспекции заниматься этих самых методов 20 если не из нижней изменяет память не память о природной наблюдательность форма этого даже не даже не словарь а список тепли теплый значение теплый значение ну вот примерно так вот это значит get members по которому можно пройтись циклом до сейчас секунд фор что там name запятая вылью равняется и нэм спит и вы чё тебе не нравится не проснулся вот такая вот красота значит как видите это вот ровно то о чем я говорил когда говорил про то что в питоне и без того есть интроспекция но она неудобная потому что никто не думал заранее вот об ее унификации этой самой интроспекции вот значит давайте ради интереса посмотрим что у нас есть по части по части колы был ну по функции похожих на колы был в модуль инспект они функции которые проверяют какие-то свойства данного поля тут что-нибудь а вот смотрите вы можете проверить что данный объект является модулем классом методом генератором генератор функции это все это просим просим у нас быть отдельная лекция объектом фреймом который возвращает трейсбек до объектом кода который внутри функции лежит короче вы можете и вместо того чтобы каким-то косвенным признакам определять а что это за объект в кишках питонных вам приехал можете прямо спросить у инспекта не является ли эта штука ну не знаю абстрактным классом напоминаю до что абстрактный класс это класс от которого нельзя делать и станция надо сначала унаследоваться вас тут интересный вопрос от александра он спрашивает а почему get members выдает пары имена потенциально могут повторяться или что хороший вопрос я думаю что нет я думаю что просто когда мы делаем храним namespace в словаре это удобно потому что мы помним что доступа элементам по имену пойми по имену по имени к словарю он константный да вот мы выдали ему строку она выключил вы вычисли хэш и сходили к элементу а когда мы делаем эксперт инспект ну интроспекцию нас больше волнует не доступ к какому-то конкретному элементу нашего объекта да а список всех этих объектов и в этом случае словарь наоборот неудобен зачем нам от словаря делать маппинг на на имя 2 значения когда все равно этого словаря нету его же не туда вот 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 дикт у нас отсутствовал или он был практически пустой у такого объекта зачем нам каким-то образом сначала делать список пар а потом из этих списка пар делать еще словарь или хотя бы маппинг прокси когда мы можем просто выдать этот список пар нету нету необходимости вот притворяться что это слова я думаю что дело в этом ну потому что вот потому что слова на самом деле вот такой а все остальное другим способом генерируется в такого рода объект вот ну давайте покойми попробуем что не какой-нибудь из применить из 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 генератор из класс из класс из метод но 1 inspect из класс отцы ну вот пожалуйста то есть мы бы и так могли это проверить ну например посмотреть является ли c сап-классом поле класса вы сейчас из сап-класс c запятая object до а вот понимаете могли бы но начинаются какие-то сложности чеки ты короче короче так проще вот но тут ведь как много всяких изов на все случаи жизни дата дескриптор помните дескриптор вот вопрос не является дескриптор вот не кстати обратите внимание он умеет отличать дата дескриптор от от каких-то других дескриптор метод дескриптор метод дескриптор это в случае если get есть asset и делит нету да мы про это говорили в прошлый раз последний лекций ну вот он их отличает как вы думаете на каком основании проверяет наличие соответствующих методов что хотите проверить давайте посмотрим значит жом 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 о только давайте значит чего сделаем только get если сделать только get получится у нас но он дата дескриптор это надо все убрать я сказал убрать вот inspect из дата дескриптор c . f c . что что сделал не про а у него нету его еще он должен что-то возвращать мы скажем бинка пенсия да вот да ладно dsc так false это не дата дескриптор ну что-то метод дескриптор тоже false а чего же так а мембер а правильное слово тоже false может быть цвета сходить нет ой там опять вылью а я торможу ну не знаю тогда почему он не хочет странно на мой вкус должен быть вот здесь должен был сказать true но он почему-то говорит фолз давайте посмотрим что я сделал неправильно true if object и на метод дескриптор в одной из метод из класса из фаншин сбутин артре а кто-то из них кто-то из них избил ты нам на самом деле да смотрите мы же бин вернули как 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 эти самые да поэтому он не является дата дескриптор мы вернули билдин я бин написал ну в общем примерно понял как все работает ладно слушайте не будем не будем залезать так далеко в глубок глубоко в глубь вот да я забыл предупредить я рассказываю про вещи которые в которых я не то чтобы совсем не разбираюсь но на практике не использую вот так что будьте снисходительны мы с вами будем пересечить это вместе вот ну неважно значит я что-то не понимаю тогда при каких основаниях это должно быть метод дескриптором вот они пишут что им от бла бла является метод дескриптором ну может быть ну непонятно вообще-то надо дескриптор если не с детям почему не работает я не знаю ну ладно бог бы с ним и как минимум гилд билдин он нам показал вот вот мембер дескриптор это понятно что это когда мы ходим к другому объекту так ладно фиг с ним давайте двигаться дальше а то мы не успеем значит такая же история связаны не про непосредственно интроспекцию потому что сына интроспекцию как таковую на получение значит да александр мы понимаем что от int ad из метод дескриптор будет true это в документации написано мы только что прочли я не понимаю как его смоделировать руками вот потому что забыл это сделать когда готовился к лекции не настолько страшно возвращаясь к тому о чем как интроспекции на самом деле по интроспекцию как таковую в питоне можно было бы и закончить почему потому что всю информацию которую мы заложили в синтаксис нашего языка мы можем вот с помощью вот этих несложных приемчиков а именно посмотреть на всем на все мемберы ну что то чуть где от модульным еще есть посмотреть на все на всем на всех мемберов нашего нашей функции нашего объекта про которую мы знаем что у него будут вот такие поля здесь видите описано какие поля у какого объекта в какого типа бывают да вот а также проверить некоторые свойства этих полей являются ли они там объектами определенного класса на этом собственно вся интроспекция заканчивается остальное за нашу уже сделал питом поэтому мы плавно переходим к следующей под теме которая имеет отношение к интроспекции но немножко такая немножко уже не такая надежная как предыдущие а именно доступ к исходным кодом тех объектов которые сейчас работают в питоне с исходным текстом и это гораздо интереснее но как вы понимаете менее надежно потому что почему почему покажу чуть позже значит нет одни гораздо интереснее за просто другой я соврал как обычно значит давайте мы для того чтобы это для того чтобы это сработало создадим файл какой-нибудь ну скажем вот в этом значит это будет у нас модуль у этого модуля будет какой-нибудь класс это был маленькая буква или даже фиг с ним с классом пускай будет функция дфун от азб тб давайте я что ли сразу им припишу им счета какой-то неправильный у меня о нет все равно неправильный вот теперь правильный вот б тоже int возвращает она int это вот такой типичный пример аннотации когда мы говорим какого типа ожидаются объекты и какого типа ожидается возвращаемое значение в языке программирования питон аннотации никак не влияют на функцию эта функция может быть давайте мы напишем return плюс b эта функция может принимать значение любого типа возвращать значение любого типа это всего лишь такие советы программисту который будет пользоваться этой функции что по-хорошему туда надо передавать и нет возвращать нет в питоне это так в некоторых других дисциплинах программирования основанных на питоне это не так но об этом будет речь позже не сегодня ну так вот вот значит у нас такой модуль давайте мы еще какую-нибудь константу определим мутал мутал это интересно вот вот примерно так да еще дать хелк не мы сделаем вот такая вот штука значит ну чё давайте его давайте его давайте его давайте его подгрузим а он так не умеет он любым а вообще он не умеет бубу 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 тогда так давайте его подгрузим неправильно у меня есть другой более красивый вот значит обратите внимание на то мы правда об этом уже говорили много раз файл на питоне сам по себе является модулем его можно вы заимпортировать по имени если файл под названием уду . бы лежит где-то в справить специальном месте сейчас скажу даже в каком вот в одном из этих мест собственно вот здесь он лежит как нетрудно догадаться то есть если ничего к нему не приписывать то есть в текущем каталоге будет произведен поиск файла моду .p или каталога моду в котором есть под каталоге специального вида если он будет найден такой такой модуль будет приимпортировать вот из интересного что можно здесь найти это вообще все места где в текущей системе которой сейчас мы пользуемся происходит поиск пакетов для питона вот из интересного могу обратить внимание вот на это вы можете пакеты сложить zip-архив искать вот там внутри этого zip-архива ищи пакеты таким способом например можно распространять достаточно компактно приложение под питом ну вот значит опять отвлекся извините да давайте его поизучаем ну для начала inspect inspect из модуль вот этот самый моду inspect get members от этого моду вот они как тут много а там есть built-ins естественно built-ins есть везде там есть built-ins там есть наш мульт который мы определили как этот самый там есть help какой-то это help от питона там есть функция fun и там еще где-то должен быть свой собственный счет ну ладно inspect get dog от этого моду но мы помним да что у модулей функции у классов у методов может быть строка документации та самая которая мы написали и вот чтобы не писать вот так хотя мы тоже могли еще раз повторяю в питоне и без модули inspect полным полной интроспекции мы могли написать вот так получить примерно то же самое но только нет вот у вас кстати обратите внимание на разницу обратите внимание на то что get dog обработал документацию по модулю моду вы удалив оттуда лишним перевода строки а на самом деле еще и лишние пробелы в начале это сделано вот для чего давайте сейчас покажу это мелочь но приятно что называется предположим у нас есть описание функции которые выглядят так вот не знаю говорил ли и вам кажется не говорил но есть некоторая дисциплина дисциплина оформления строк документации которая говорит о том что если у вас документация короткая она содержится в одной строке если вам нужно описать более сложно поведение вашей функции например описать все перемен все переменные которые передаются достаточно часто так требуется делать да то дальше следует пустая строка а дальше вы описываете собственно чё хотели еще дополнительно написать про эту функцию например описание переменных и описание возвращаемых значений вот об этом мы кстати будем говорить в следующем семестре в курсе по разработке приложений на питоне ну вот так вот видите довольно красивая документация с одним маленьким с одной маленькой проблемой посмотрите сколько здесь пробелов но вот это все лишний пробел вот поэтому когда вы чете не нравится поэтому когда вы это хорошо да не мог маду когда вы пишете вот такую вещь а маду что там у нас фан . док вы получаете всю вот эту ерунду с отступами естественным образом просто потому что просто потому что она там была вам честно вернули эту строчку давать да здесь остров не было здесь были потому что они были для красоты и еще в конце в конце пробела смотрите прям как вы написали а вот когда вы ее чистите с помощью метода который нравится календо кажется тоже в инспекции лежит о точно вот а когда вы его можно почистить с помощью inspect clean dog и тогда он ее покажет ну давайте print так как она есть так как она должна по идее выглядеть на самом деле без вот этих отступов которые вы туда засунули для красоты именно так же это делает где делает get dog на самом деле inspect точка get dog get dog до елки моталки моду . fun print вот и точно так же это делает прошу заметить хелп нет он делает еще интереснее он во-первых делать клин док а во-вторых форматирует обратно состом чтобы было видно что это документация именно к этому фону такие дела ну смотрите он тоже самое сделать с моду ах как красиво вот хелп ну вот значит get dog но это ладно о get comments давайте на get comments посмотрим вот в случае get dog и нам хотя бы в исходнике то есть на самом деле не надо у нас есть поле dog который можем отформатировать а вот например если мы здесь написали что-то типа и и здесь еще какой-нибудь внешний комментарий да все получилось давайте вернемся к нашим бараном да а у меня не работает сейчас давайте посмотрим а нет нет все гораздо интереснее это не все комментарии выдает нам инспект а только те к в которых может содержаться значимая документация ща что важнее как как-то так давайте теперь посмотрим как она себя поведет нет неправильно да что ж такое во во смотрите из всего многообразия того что у нас есть инспект вынул только те комментарии которые мы непосредственно непосредственно предшествовали описанию функции почему так о чем не не хочет делать вот почему так потому что здесь могло могла содержаться дополнительная документация к функции так раньше иногда делал вот ровно ради этого придумали этот get comment вот не ради чего другого вот именно для при сиди при сильных джорджик сорс код он зато под пайтон сорс файл давайте он зато поступать на напишем вот сюда ну-ка пробуем еще раз сейчас тут же александр советует документацию от моду моду посмотреть сейчас посмотрим во первых так ну хорошо но но а попал и это комментарий который был в самом начале он как бы комментарий к моду александр советует еще вот такую вещь сделать мульт мульт нет не сразу не сработало не умеет он смотреть комментарии к полям ну да ладно ну ладно пойдем поехали дальше давайте посмотрим что более интересные вещи ну как бы более более то есть обратите внимание что вот этот комментарий его нету в коде для того чтобы получить комментарии из программы который сейчас работает из загруженную модулю нужно сходить на самом деле к его файлу и в этом файле нашли найти комментарии ватс вот дет файл еще хорош тем что вы можете написать что-то вроде такого да вот если кто-то если кто-то смотрит на это думает что это такое это мы шлавливые ручонки сегодня особенно я ратив как это по-русски ошибочные пытались написать слово колобу вот да так вот смотрите да мы мы можем даже все равно узнать где в в каком файле лежала вот эта вот хрень потому что эта хрень это ссылка на объект типа типа функции объект типа функции конкретный был заброшен из модуля конкретного и оттуда вот он взят вот но дальше больше ой вот никакого чуда нет питон прошелся инспект прошелся по истории импорта вот этого самого модуля моду в этой истории импорта модуля моду было написано из каких файлов он был загружен собственно вот да еще раз повторяю никакого слишком волшебного никакого слишком волшебной интроспекции в питоне дополнительно не нужно потому что она там и так есть она достаточно волшебная уже да просто потом уже было написано некоторые логика на самом питоне который зашел в этот файл поискал там соответствующий объект ну короче вот это все вот и вот и это уже до метод get source который показывает прям соус файл вот смотрите инспект я думаю смотрит все заново а вот импорт кэширует очень жестко если вы сейчас под капотом поменяете что-то в модуле моду то никто этого не увидит более того даже если вы после этого напишите импорт моду еще раз и вы этого не увидите потому что там будет уже написано что из этого файла уже что-то импортировать вам надо сначала будет погасить кэши импорта и только после этого проимпортировать вот это еще одни кишки если хотите сейчас мы можем на них посмотреть если вам интересно давайте посмотрим хорошо значит в чем идея вопроса как работает импорт давайте мы сейчас напишем другой модуль просто ради прикола вот вот здесь напишем что-то типа вар равняется двум да знаете еще вопрос почему нет коми он шибанка в комментариях и он знает что он просто знает что это шибанк вот естественно вот иначе бы было тяжело с этим жить конечно значит ну вот что мы делаем что мы делаем делаем мы следующее мы сейчас говорим питону давайте на всякий случай запись запустим питон канонический а не потопает она потому что мало ли что там потопает он мухлюют своих недрах не хватало нам еще столкнуться с его логикой обычный питон вот и говорим импорт моды дыон кажется называется моды дыон точка вар 2 меняем этот самый моды дыон вар поставим сто пятьсот разумеется после того как мы поменяли что-то в питонем файле ничего не меняется вот даже вот вот да моды ды точка вар я вангую что инспект гидсорс сходит к этому файлу и внезапно покажет нам вар равный сто пятьсот потому что никого другого файла у него не было в доступе понятное дело но упс почему так потому что в истории импорта было записано что моды уже импортирован для того чтобы прибить надо сейчас я не помню я это делал сейчас пойти погуглим давайте попробуем может и сработает нет нет вам нужно встроиться в систему кэширования ща ну тут вот есть тут вот есть прямо stackoverflow как то тут все много что релот точно сис модуль релот релот ща секунду вот тут как-то сложно все а просто нельзя давайте посмотрим релот импорт да тут александр замечает что файл то уже на основе все импорты все еще старые как бы мы не старались именно так не погодите а где релот а сейчас мы в документации питона найдем слово релот ну-ка ой это импорт лип конечно это конечно импорт лип для того чтобы об этом мы к сожалению у нас точно нет времени поговорить ни в этом семестре не в следующем для того что для того чтобы пробить логику импортирования в питоне используется библиотека импорт лип который много всего интересного много всего интересного есть но к сожалению мы не можем про это все говорить ну просто нас нет на это все времени но вот раз уже пошла такая паянка импорт лип импорт лоб дам импорт лип импорт лип . релот а давайте help не посмотрим у нас здесь что-то на и нужно сказать модуль пробуем ну-ка моды дыды дыдыщ моды ды. вар вар я сказал о мы явно начхали на кэш импорта и сказали знаешь что грузи и вот тогда она только заработал вот понятное дело зачем это нужно не хватало еще программам на питоне точнее логике импорта проверяет что там творится с файлами операционной системы при каждом импорте вас вы написали программу грудь если вы под капотом что-то поменяли будьте добры и сами передернуть и ручку вот она эта ручка вот вот значит это кстати почему я вообще ушел в эту сторону это кстати довольно важное понимание вы можете сколько угодно каких угодно импортов писать в вашей программе никто особо от этого не пострадает импорт уже за кэшируемого модуля повторный это в общем одно хождение в namespace он сходит в namespace посмотрит что такой модуль в кэше есть импортированный не будет ничего делать именно поэтому вы можете смело писать импорты там внутри классов внутри ваших модулей да я думаю что строчка импорт сис содержится в тысячи мест стандартной питонской библиотеки 20 почти попал я сказал тысячу ну вот значит возвращаемся дальше к нашему разговору и это был было внезапное отступление в сторону импорт либо который можно почитать что он там делает но source lines это как вы понимаете source lines это просто итератор если вы хотите например у вас огромный файл на питоне не хотите его весь жевать но хотите к нему иметь доступ берете гиги 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 со славится и там по очереди значит а нет вру лист он возвращает список ну тогда не знаю зачем вот следующая штука которая внезапно вам потребуется в одном из домашних заданий к прошлой лекции вот эта штука которая называется сигнатура функции категорически удобная вещь крайне рекомендую как только вам захочется залезть в голову функции не требует доступа к исходникам на самом деле что такое сигнатура функции давайте определим какую функцию дев фун от а вот а b c равняется 2 д равняется трем return а у плюс b а умножить на c плюс был умножить надо вот обратите внимание на вот эту звездочку кто помнит что это вообще такое значит никто уже не помнит да значит после звездочки стоит только именованные параметры вот это c может быть и позиционным а может быть именованным после звездочки стоит только именованный параметр давайте еще ради прикола сделаем вот так вот равняется 7 а вот здесь слышь запятая вот вот теперь мы полностью описали в душе привели пример функции в которой есть все у нее есть только позиционные параметры это а он не может быть именовенным кстати но он может кажется кажется он может быть параметром с значением по умолчанию ну-ка пробуем да то есть у нее есть два пози только позиционных параметров вот бы можно не указывать например написать fun вот 12 все будет работать мы не можем написать вот так это только позиционный параметр параметр c может быть как позиционным так и так и именным параметр d может быть только именным вот вот полная спецификация значит более-менее функции fun ну так вот inspect точка сигнатура вот fun только сигнатуру с маленькой буквы вот fun сигн да не синг ну ладно да прям вот смотрите то есть прям вот прям вот берешь и ходишь по этим параметрам как по родным вот обратите внимание что сигнатуры не делает различие вот на этом уровне в на уровне параметерс не делает различие между позиционными и именными за исключением того что вот этот параметр он очевидно позиционно у него нет дефолта а этот параметр очевидно может быть именным потому что у него есть дефолт но это все 20 да ну ну можно дальше будет как это можно же дальше идти глубже у а нету да а у например c есть вот ну короче говоря вы можете вот да теперь давайте вернемся к нашу сигнатуре что там у нее есть выйти там много всего параметерс сейчас а больше ничего особого нету да empty фирм билтин панта да вообще больше ничего нет сигнатура вот вот очень удобная штука еще более хитрая штука это не сигнатура а так называемый сейчас покажу а нет смотрите он у него искаин сейчас вернемся давайте параметр сейчас 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 кэнд все все как у людей смотрите позиционали нулевая позиция б позиционали не нулевая позиция это просто константа c позицию или киорд д киорд он ли вот то есть вы можете разобрать при этом еще раз повторяю у меня есть подозрение что не нужно иметь доступ к исходнику файлов для того чтобы использовать этот штук сигнатурой потому что все вот это разумеется есть в описатель вашей функции вот такие дела а знаете что такое что такое вообще вот это вот эта вот штука и этот тот так называемый и ну давайте посмотрим это же это же так просто узнать ходим вот сюда вар позицию вар позицию вар позицию аркс звездочка аркс там еще есть варке вайкер вот четверка это звездочка кварц это мы не мы же не сделали в нашей функции таких параметров они есть ну вот все можно аккуратно разобрать сигнатуры да значит единственное что у меня такое ощущение что питания питанисты питаниясты еще не добрались вот это слово ордер дикт это такой привет из прошлого до 36 питона дело в том что в современном питоне мы это помним порядок хранения элементов словаря соответствует порядку добавления до 36 питона это до самого момента когда питоновцы переделали свои словари по совету своих коллег из проекта пай 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 это питон интерпретатор питона написанный на питоне давать и они там придумали новые словари и эти словари при делали в 36 питоне в 37 окончательно сделали их официальными так вот до этого а раньше словари работали так как множество то есть там порядок ключей не определялся ну вот и вот тогда нужно было вводить тип ордер дикт мне кажется что вот этот ордер дикт здесь возник потому что никто не стал трогать помните первое правило оптимизации никто никто он там никто не ходил там на метод оптимизации не говорили первое правило оптимизации никто не помню правда первое правило оптимизации не оптимизируй вот не надо трогать код который работает написано дикт пускай будет ордер дикт но это приветы с прошлым вот 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 александр будет работает не трогай совершенно справедливо извольте сказать чуть более сложная чуть более сложная штука которая работает с тем же самым это метод get full аркспект который вам все это разберет по косточкам inspect get full аркспект вот фанк фан вот как видите он позиционный отдельно варакс отдельно варковые отдельно дефолт отдельный кворк к его ртон или отдельно ну короче растащит их по разным типам вместо того чтобы хранить юнифицированно как это делает сигнатура вот только по типу различать но это не так интересно что еще интересную может быть работа с контекстами хорошо давайте мы это тоже посмотрим в целях экономии времени с вашего позволения я займусь копипастой хорошо вот мы просто посмотрим на то как это выглядит потому что времени у нас мало я заболтался к сожалению вот значит смотрите вот у нас есть функция коллер которая зависит от двух переменных а и b а еще она ходит к некоторой глобальной переменной в зачем она тут а чтобы мы увидели ее она вызывает функцию гейсер тоже с двумя переменными и здесь мы говорим расскажи мне пожалуйста простых вызовов этих самых функций давайте вот так вот сделаем print inspect . ст только вот так расскажи мне пожалуйста какие функции кого вызывали возьми оттуда вершину и покажи мне значит что это за функция какие у нее в ее пространстве вызова в его в ее контексте были глобальные функции и какие и какая сигнатура у нее то есть мы можем посмотреть из функции гейсер что-то про функцию колер дать попробуем это сделать вот это наш весь весь стек а мы кстати про функцию колера по функцию гейсер посмотрели потому что это был стек 0 обратите внимание как устроен этот стек он устроен из объектов типа frame info и у нас их тут штук сколько штук получается 23 сейчас давайте вот так сделаем нет раз фрейм инфо два фрейм инфо три фрейм инфо и это фрейм вызов из нашего модуля из команд-лайна вот он и это фрейм вызов колера из модуля это фрейм вызов гейсера из колера и мы смотрим на нулевую элемент этого стека вот на этот соответственно имя у него гейсер функцию не фанкшен гейсер а переменная у нее x и y давайте попробуем сходить к предыдущей функции которую мы вызвали почему не работает скрип не понимаю так 1 пожалуйста мы узнали сведения той функции которую нас вызвало и даже посмотрели как называются ее переменами вот прямо в процессе причем вы думаете что это какое-то извращение я почти уверен что во многих случаях это используется для того чтобы просто понять из какого контекста тебя вызвали чтобы там дальше такое глобал ф а там есть глобал с а там нету глобал сда действительно что-то с глобал с не так колер есть а а да действительно странно не работает непонятно возможно возможно не знаю давайте не будем продолжать в эту сторону потому что иначе мы ничего не успеем вас но действительно глобус как-то нам а где они вообще простите в так я сказал не будем исследовать и пошел исследовать классика а в глобусах мы видим только фунт функция колер да и больше ничего это какие-то не те глобус ну ладно бог бы с ним значит осталось 2 еще две темы я вам соврал когда говорил что на сегодня темы 2 их на самом деле 3 вот вот почему я не успеваю но вторая тема она очень интересная но настолько глубокая что мы в нее залезать слишком глубоко не будем вас и эта тема как питон разбирает текст который мы передаете вот сейчас мы заглядывали в объекты питон теперь давайте поговорим очень быстро дважды о том как питон сам их разбирает например как питон анализирует текст написанный на питоне он превращает в некоторое дерево синтаксическое которое потом можно будет уже скомпилировать транслировать в питоне байт код вот то есть сам сам анализатор синтаксический питоне написан ну значит сначала идет за таких скализатор потом на основание этого дерева идет трансляция в byte код а потом интерпретатор питона транслируют интерпретирует уже будет код опять год мы посмотрим в конце лекции вот так вот синтаксический анализатор он вообще-то написано носи для быстроты но есть специальный модуль который называется ст абстракт синтекс 3 который поддерживается всегда в актуальном состоянии и он разбирает тот же синтаксис но на питоне он чисто на питоне написаны тесты вот выглядит примерно так только не так вот так да давайте напишем какой-нибудь код на питоне значится кунт никого текст на питоне текст что у нас там в примере там функции в примере нет просто просто цикл значит к равно 1 for in range от скажем 5 print чё там у нас из т.к. из т.к. распарсим этот не сад аист сад тоже есть но не в стандартном питоне так аист точка парс вот текст и это у нас будет 3 текст я сказал тороплюсь да да это какой-то 3 у него есть body в этом body два списка асигн и for то есть вот эта операция связывания и вот этот форм в этом body скажем в элементе номер один есть свое базе и это экспорт ну и так далее давайте посмотрим лучше его целиком ча чаще ща 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 там есть волшебное слово идент равняется 2 а только print значит смотрите какая красота и это наш распарщенный код операция связывания чего к с константой 1 операция store надо положить этот самый store в по имени к for и от range что такое range нам сначала на выдать функцию берем функцию вызываем ее с параметрами 5 содержимое фор и выражение какое выражению вызов функции print как что мы делаем достаем объект print достаем объект и доставим объект к и с этим и с этим безобразием вызываем функцию дам синтактического дерева все еще интереснее мы можем в обратную сторону за преобразовать получим код правда уже без комментариев и отформатировать так как вздумалась функция антарс потому что понятно что вот вот это а реально вот вот ровно это мы за антарси вот что это вообще нам дает какой какой значит какой бонус ну тут можно еще вот так сказать for of in st . walk 3 вот они все эти объекты прям все подряд обойденные рекурсивно вот вот по этому деле вот какой-то бонус нам дает как людям которые работают с питоном мы можем взять сажать это синтактическое дерево что-нибудь с ним сделать прежде чем компилирует его дальше превращать в объект кода вот на нигде к сэфе вал аисты сейчас и вал забыл сейчас давайте посмотрим как у нас и вал делается не вижу ну ладно значит давайте этим мы пока что этот этот вопрос литерал и вал это не совсем и вал ну мы всегда можем сделать его от его латан партс в конце концов мы можем сделать извращение но она будет работать ну точно так можем сделать так то точно можем вот я пока не вижу как превратить как выполнить непосредственно дерево или скомпилюте в байт код не буду вам врать на эту тему на эту тему добавлю только две вещи что во первых есть специальный специальный проект называется зеленые древесные змеи который еще больше рассказывает про свойства абстрактную синтактическую дерево в питоне вот то есть мы сейчас потихоньку подбираемся к такому месту где обычному программисту лучше свои шаловливые ручонки не запускать в вот этот вот полностью открытый всем ветрам питоний питоний внутренности потому что он может перестать работ вот именно поэтому часть этой документации убрана в отдельный проект вот вот он вот тут прям все объясняется как это работает и так далее и так далее вот во вторых не могу не поделиться замечательным проектом язык программирования и давать который построен на питоне то есть он это это модуль для питона пропа попросту который у которого своя собственная синтаксис листовый фактически это лиз вот вот такой он берет вот этот силист по синтаксис строит из него абстрактность тактическое дерево питона дальше отдает питону на растерзание интерпретируй такая вот такой вот забавный проект давайте сейчас даже мы его тронем одним пальцем хиланг кажется называется ну ка ну ка ну ка ну ка давайте посмотрим что у него написано на сайте как и установить то я дома ставил только что нет такие таких и х и значит не хиланг ах и ну ладно сейчас попробуем х вот в общем пока он ставится давайте мы двинемся чуть чуть дальше потому что у нас осталось совсем мало времени вот что еще можно сказать про исты про исты еще можно сказать что модуль сам модуля ст можно вызвать из командной строки вот чё вот что может распарсить например файл какой-нибудь о пожалуйста он по умолчанию просто раздампить может вот ну и в общем в общем вот можно вызвать узком от царки ну чё там установился или чего а установился и чё дайте примерчик какой-нибудь в объем на языке программирования х какой все страшное 2 на 4 посмотрим не ну да это понятно так то так то мы понимаем что не ну лифт как и как он есть вас ну в общем вы меня поняли да значит реально вот реально люди прикрутили к одному синтаксису другой вот такие дела вот все я просто не дошел до этого на 2 просто скомпилировать значит импорт аист текст 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 равно вот да 3 равно парс текст компайл код компайл 3 чё а как как экзек тоже нет а как а нам надо назвать надо сказать название файла название файл никакого потому что это никакой файл вот это уже байт код код обжект его можно выполнить соответственно если мы вот с этим самым деревом сейчас произвели какие-то извращения то был бы другой маят код вот тут даже есть пример его модификации ну не хватает нам времени хорошо давайте мы тогда не будем не будем на это смотреть но вы вы короче представляете да если мы можем пройтись вот по этому дереву вот по этому дереву везде где у нас внезапно будет обращение к объекту поменять скажем объекта имя имя объеме объекта скана что-нибудь другое прямо в дереве потом это скомпилируйте выполнить и у нас будут другие имена плюс на минус поменять ну что-нибудь такое сделать почему у меня нет примерах это должно было быть пример компаил похоже нету ну жалко ладно бог с ним значит тем не менее тем не менее вот эта часть довольно простая ну давайте просто поглядим глазками на этот бойкот ну просто просто ради интереса да этот так вот будет довольно большой чё там да вот ну кстати нет не такой уж и большой вот это for наш вот это команды того того питона который вот с такой машина питона выполняет ровно это 20 они то что вы думали вот давайте теперь посмотрим а что это вообще такое что на что мы вообще что это за что это за печальная хрень типа байт вас помочь нам в этом и это последняя тема на сегодня поможет помочь нам в этом может модуль под названием диза сэмблер для питона только это не диза сэмблер это такое содержательное представление вот этого байт кода в понятным человеку в понятных человеку терминах о вот так на самом деле выглядит питон те команды которые он выполняет достаточно понятно что здесь вообще-то написано да давайте посмотрим еще раз на текст и сравним сразу и сравним то что мы видели тексте в то есть с тем что мы видели вот здесь да что нам нужно нам нужно загрузить имя к загрузить значение 1 загрузить константу вернее значит загрузить константу 1 присвоить вот дальше нам нужно что-то тот же код я что-то не вижу тут 28 кажется это не он да извините текст сейчас секунду 3 вот это st.dump.3 да похоже что это он да compile 3 никак экзек дис . дис от код код я пытаюсь понять что тут написано вроде вот это какой-то другой я где-то где-то ошибся в торопях вот это вот уже похоже на правда да вот значит смотрите загрузите единицу положите в константу к и положите в имя к загрузить ими range по имени range загрузить объект этот объект будет функцией загрузить константу к вызвать функцию какую функцию вот эту функцию с вот этот параметр стек лот 100 сейчас у нас вот в этом моменте у нас в стеке одна константа единица дальше 100 сохраняем эту единицу в к загружаем range загружаем константу вызываем функцию какую функцию вот функцию range с константой 5 получаем итератор от чего от этого range от того что нам вернула вызов функции range сейчас на на верхине стека вызов функции range запускаем цикл for то 2828 это 28 28 строка этого кода байт кода в случае чего перейдем на 28 когда for кончится гулту сделаем дальше берем нами берем и загружаем print загружаем и загружаем к все это вызываем что вызываем print с параметрами и к это все 33 объекта на стеке сбрасываем результат работы степок топ сбрасываем результат работы этой функции со стека он все равно вернет но но мы его сбрасываем она она же возвращает что-то кладет на стек обращая идем гулту обратно на шестую строчку нет на двенадцатую на двенадцатую строчку идем гулту и так по кругу пока у нас не закончится вот этот for iter и если вдруг у нас итератор закончился идем на двадцать восьмую строчку возвращая загружаем на стек возвращаемое значение а у нас она новым возвращаем но он код вот вот этот диск имеет смысл использовать например для того чтобы сравнить насколько эффективна реализация там одного и другого ну смотрите вот этот последний на что я покажу а дальше только жалобы будут f1 вот n в равняется for in range вот вот n в точка пент ну скажем и не глядя да дев f2 вот чего там n return забыл ведь он сказать но сейчас сделаем return и и for in range от n так f1 забыл тут надо return return в да f2 вот вот так выглядит функция которая f2 которая которая возвращала циклическую свертку теперь давайте посмотрим как выглядит f1 слегка побольше ну потому что там имя вы возникло такие вот дела вот вот собственно все есть только два мелких дополнения важных три которые я хочу озвучить дополнение первое дополнение первое при всей красоте и прозрачности вот этой самой стековой машины лезть в нее руками если вы не собираетесь становиться разработчиком питона не надо тому есть много причин например вообще говоря вот этот байт код не входит в стандарт питону он может меняться особенно то что порождает байт код может меняться от версии к версии совместимости они не гарантируют обратите внимание что вот здесь у меня питон три десятый все еще и на три десятом питоне каждая инструкция занимает ровно два байта видите да на три одиннадцатом питоне здесь бы были совершенно другие чиселки в три одиннадцатом питоне внезапно увеличили быстродействие питона процентов на 20 за счет чего за счет того что они вставляют помимо байт кода еще пустые ячейки прямо в байт код питоновский там хранят нужные данные чтобы не класть их на стэк и не снимать со стэка потому что операция положение на стэк и удаление со стэк это четыре операции положить увеличить индекс уменьшить индекс снять а положение просто в какую-то ячейку память это одна операция вот ну две там положить снять поэтому это в три одиннадцатом питоне вы вы здесь увидите не 0246 а циферка дальше нужное количество еще пустых мест в байт коде питона в котором они будут хранить нужные данные потом еще циферка потом счет поэтому все все люди которые мухлили мухлировали мухлю мухлевали с байт кодом питона жестоко обломались ну вот это первое второе тем не менее соответствующая соответствующий инструментарий разработки разумеется есть открытый он написан на на си и там все в общем понятно но стандарт а это я сказал и да я сказал что в стандарт это не входит вообще то есть вы не можете закладываться на то какой байт код генерится вашим вашей вашей программы вот на синтаксическое дерево вы закладываться можете модуль аист вам специально будет устроен так что он генерит то что нужно более того все изменения которые делает аисты они хорошо ну который происходит в отверстие грязь вас то они хорошо будут протоколируется все по протоколируется и все такое байт код это темная лошадка все последнее что я хочу показать на этом закончим давайте посмотрим вот сюда я убил убил все воскресенье вот на этот проект чувак реализовал гулту в питоне гулту в питоне реально код выглядит вот так лейбл беги губ лейбл под названием беги гулту на лейбл лейбл под названием end вместо цикла как это работает это очень просто работает если убрать пробел который ничего не значит это просто объект . поле на уровне байт кода не на уровне выполнения на уровне синтаксического диаграммы байт кода это всего лишь доступ по имени к объекту лейбл поле беги до такого поля нет это до такого объекта нет в неймспейсе но прежде чем возиться с этим неймспейсом человек активно значит модифицирует байт код который здесь генерится в этом месте он просто запоминает в каком месте был лейбл беги гин какая строчка в байт коде и забивает это но пами пустыми операциями а вот эту операцию выбрать поле беги из объекта по имени гулту он заменяет на джамп такой как мы сейчас видели вот сюда код выглядит совершенно адово самое адское в этом коде это порождение байт кода обратно вот у нас уже есть измененные байтики из этих измененных байтиков надо прородить байт код он вызывает функцию под названием код тайп из модуля types с 1 2 3 1 2 4 12 13 с 14 параметрами 14 параметры функцию она слабо документирована смотреть в код на не носи где 14 параметр переписан так вот эта штука не работает в 3 11 питоне вообще в 30 кажется тоже потому что у этой функции вот этого и в этой штуке уже не 14 параметров а 16 и немножко в другом вот то есть человек сдался и перестал монтейнить свой код потому что он со второго питона и вытащил потому что байт код такая вот штука не рабочие вот до 19 года одного тащил и устал вот никто не обещал совместимость на уровне байт кода а раньше работал такие вот дела все нет александр к сожалению не вот тут александр говоришь нормальная задача на вечерок ничего подобного надо очень хорошо знать это нормальная задача на вечерок если вы очень хорошо знаете как работает генератор байт кода в текущем питоне для этого надо сначала прочесть генератор байт кода в текущем питоне а тогда это будет задача на вечерок вопросы значит домашнего задания нет она будет она конечно будет не по байт-коду мне кажется по крайней мере я пока не придумал как его сделать достаточно долговечным но она точно будет по интроспекции и по абстрактам абстрактности токсическому дереву вас как обычно у задашнего задания будет наверное две недели первый дедлайн ну чтобы вас была возможность к маневру вот и у нас планируется еще одна доп глава она будет по идея должна быть посвящена статической типизации в питоне питоне он как известно строгой строгая но динамическая степи зация а мы хотим поговорить про проект статической типизации в питоне вот и про то какая с этим связана дисциплина разработки и вообще всякие плюшки с этим к нам приезжающие такие вот дела если есть вопросы все уже всем все уже сварились очень сильно я и так сожрал много времени плюс почти 15 минут тогда значит всем спасибо вот как видите я потрогал только самые края этих тем там можно утонуть навсегда советую вам не тонуть там навсегда вот вот ну и вот до встречи следующий понедельник у нас продолжение основного курса а где-то неделю через три будет еще одна дом глава все всем спасибо